всем привет всем привет ребят мы в кафе я думаю надо выйти сейчас выйдем все у нас сегодня куча дел и вот 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 Мы вышли из кафе, теперь здесь получше слышно. Мы приехали в магазин кухонь, мы запрашивали здесь смету на нашу кухню, на наши размеры. Мы пришли смотреть материалы, вообще посмотреть на сами кухни, из чего они изготавливают, каким образом и так далее. Механизмы. Механизмы, да, наполнение и всё-всё остальное. Да, что мы пришли. А ты говорила, что мы в Сан-Кугате? Да, я же сказала, что мы в Сан-Кугате, в нашем любимом. Клиника, где мы делали зубы. Да, ортодонты. Ортодонты. В общем, приятные зубы. Да, так, ностальгия такая приятненькая, согласна. Ребят, мы уже вернулись домой. Я уже готовлю обед. Я чувствую, чую запах гречки. Надо её срочно сейчас, пока вас поставлю. Ой, всё, у нас с гречкой всё хорошо. Курочка готовится в аэрогриле. Переодела Анютку, сама переоделась. И что мы будем делать, а? Идём в зал. Тут Пумочка бегает, прыгает. Идём в зал. Фух, скоро Анечка снова спать пойдёт. Анютка у нас спит вообще в идеале, чтобы она спала, наверное, три где-то раза в день. Но иногда она спит у нас всего лишь два раза. Иногда даже один раз. Нет, всё-таки два, два, два раза. Один может быть очень долгий сон у неё, там часа два, два с половиной. И один коротенький, там буквально полчасика. Ну а вообще, в идеале, конечно, ей спать три раза в день. По возрасту, по всем вот этим табличкам, по данным, то ей, конечно, отдыхать нужно почаще. Но вот когда мы дома, она, конечно, спит прям как по графику. Но когда мы куда-то едем, она спит в машине. Спит в машине. Но вот мы в двух были магазинах кухонь. И в одном магазине, в первом она уснула, а во втором она проснулась. Вот посмотрели мы кухню, классная. Но мы ещё не приняли решение, ещё не выбрали. Мы уточнили все материалы, всё-всё-всё. И теперь ждём уже сметы более конкретные. И посмотрим, где нам выгоднее будет. Потому что и там, и там мне понравились и цвета, и материалы. И вообще в конечном итоге, как будет выглядеть кухня. Нам с вами очень понравилось. Особенно во втором магазине. Прям очень-очень понравилось. Посмотрим, что они посчитают. И сколько у нас в итоге выйдет. На какой мы остановимся и определимся. И ещё сегодня же отправили чертежи компаниям, которые занимаются ремонтом. То есть бригадами. И они должны нам посчитать. И я думаю, уже на будущей неделе вышлют нам цены. Потому что что-то мы будем делать. Будут делать Ваня с папой со своим. Камином будет заниматься мой папа. А всё остальное мы хотим, чтобы пришли люди. Всё нам сделали. Так что план такой. Я сейчас с утра сегодня быстренько... Ну, я вчера помыла волосы, высушилась. А утром сегодня утюжком прошлась, чтобы немного... В общем-то, и мне нравится, как получилось. Быстро сделала макияж. Ещё, наверное, так быстро не собиралась. Потому что мне нужно быстро собрать себя. Потом быстро собрать Аню. Ну, Ваня собирает Ванюшу. Он готовит ему завтрак. Нам готовит кофе. И мы уехали. Мы уехали. Без 15.09 утра. И в 3 часа, вот полчаса назад, мы вернулись домой. Мы очень много разговаривали, общались. У меня на этом фоне так разболелась голова. Мне теперь хочется помолчать. И я ещё вот с камерой с вами разговариваю. Анечку переодела. Анечка теперь у нас... Она сейчас активно стоит. Но встаёт она уже очень давно. Наверное, уже больше месяца. Она начала отпускаться. Ребята, она любит встать, уловить равновесие и отпустить руки. Она вчера у меня упала на втором этаже. Крику было. Вот. Но да, она пытается уже как бы отпускаться. Или же пытается уже идти. То есть она стоит, уперлась здесь. И она потихоньку, потихоньку. И потом пытается либо перейти на диван, либо перейти на гамак. Но мы гамаком закрываем камин. Потому что она туда тоже любит лазить. Вот. Так что... Привет. Привет, Бузька. Привет. Я забрала Ванюшу из школы. Сейчас мы будем кушать. Дядь Вова у нас уже поужинал. У нас немножко не совпадает. Кстати, дядь Вова приехал. Да, да, да. Просто он приехал и покушал. А мы ещё... А мы ещё не ели, да. У нас курочка, гречка, салатик. Порежь. Хорошо, сейчас порежем. А что, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Вкусно? Голодный? Мы сейчас с Ваней будем жарить маршмеллоу. Мы хотели на улице пожарить, но там такой сильный ветер, поэтому мы пришли домой. А где штучки надо нам успеть? Так, давай, будем нанизывать. Я здесь подушку, что ли? Так, давай, нужно нанизать на палочку. Почему? А так? Маршмеллоу вот так. А почему? Опа. Мы уже будем их поджаривать. А почему? А что? Во, всё, держи вот так. А на улице не так надо делать? Да, тоже так же. Просто на улице ветер сильный и огонь тушится. Смотри, включаем огонь. Ой, я не то включила. Во. А возьмем куда? Туда? Да, вот так, смотри. Не-не, не так, вот так. Так, видишь? Что? Оно, видишь, цвет меняет. А ты? Так, теперь оно остынет. Подожди. Это не песок? Не-не, не песок. Сейчас, подожди. Подожди, подожди, подожди. Оно горячее. Когда я кладу пальчиком, то оно не горячо. Не горячо? Когда я отламываю. Всё, можно кушать. Можно кушать. Но оно горячее всё. Горячее? А когда я кладу пальчиком, оно не горячее. Всё, берёшь? Держи. Буду кушать? Ага. Как она? М-м-м, кушай. М-м-м. Шкурт, я хочу брать шкурку. Согласна. Не, Ольга, на. На. Мама жареная? Нет. Нет. Она какая-то невкусная жареная. Она почему-то сгорела. Ну, кусочек. Такой. Внутри оно нормальное. А вот эта вот корочка, она прям сгорела. А по идее, оно должно расплавиться от огня. Нормально сильный огонь. Тоже может быть. Мам, я что? Можно огонь? Кушать. Можно? А огонь не ведёт, Вань, ты что? Не, не огонь. А что? Ча-ли-бунан. Бунан – это такая штука, которая с лобачьма. Это такая штука, чтобы кушать Так и называется Сейчас доедаем маршмеллоу Идем купаться А как же они ездят, папа? Не переживай за них Они потом поедят сами А мы идем с тобой купаться, хорошо? Нет, что на улице покушать Нет, на улице холодно, Валюша Там ветер Ты будешь, как мы тоже кушали на улице? Да, но там сильный ветер сидит Мягче Сейчас идем купаться А я посмотрела, сколько? Нету Ты ее выкрыла? Да Куда? Да Почему? Она горелая Голика, не пустая Там не горкая Тут шехолка горкая А по-своему там не горкая Но маршмеллоу я съела Маршмеллоу я не выкидывала Ванюша купается И я сижу рядом с ним Анечка спит Сижу в телефоне Совсем скоро Новый год В общем, ребята, многие спрашивали Буду ли я украшать дом к осени Наверное, уже нет И я поняла, что в этом году Вообще здесь, в Испании Уже, мне кажется, вообще нет смысла У нас только-только сейчас Начинают продавать тыквы Цветы для осенний декор И как бы, не знаю У нас сейчас вот-вот начнется Сейчас только компании вышли Нам смета работ Мы очень оперативно выбираем С какой командой мы будем работать И все начнем И, короче, я не знаю Наверное, мы уже в этом году Осеннюю какую-то распаковку Ну, осеннюю какой-то декор Уже делать не будем Просто нет смысла по этому Во всем Вот И первый раз в жизни Я всегда обожала Новый год Просто каждый Новый год Это для меня Ура! Елочка! Ура! Ура! Вы не поверите? Что такое? Немного попали Я не знаю, что произошло Либо это возраст Либо это какая-то накопительная усталость Я не знаю, как это назвать Завчика хотите? У меня вообще нет желания Ставить елку Наряжать ее И вообще я не жду Новый год Я всегда жду Новый год В этом году я Новый год не жду Вообще Я не знаю, что со мной происходит Наверное, возможно Потому что я понимаю Что мы будем жить в ремонте И наверху Нужно было сейчас устроить Как-то кухню И там ставить елку Скорее всего, для деток Мы обязательно елку поставим Но я очень Короче, я не замотивирована От слова совсем Да, сынок? Да Куда ты это хочешь? Сюда Да Короче, вот такие вот пироги Не хочу Новый год И все Но я понимаю, что двое детей Нужно обвент календарей сделать Но в этом году Мы не будем так Мы переборщить в прошлом году Переборщили В этом году Все будет намного проще Вот Анечке я не думаю Что мы будем делать обвент календаря Но у Ванюши 100% Вот И Так Хотела с вами этим поделиться Я сама от себя Не ожидала Что наступит тот момент Когда я вам скажу Что Новый год Я даже не могу Будем отвечать Просто Без понятия Пока-пока